Без 15,6. Все упаковал уже в машину, кроме только угибшей в воде. Чего-то никак не уехать. Ладно, еще полчаса и все. Домой. Привет, меня зовут Алексей Варгасов. Вы на моем канале CarFishing365. Сейчас середина мая 2020 года. Я на одном из диких водоемов на северо-западе России. К сожалению, информации по дикарям у меня не так много. По России именно, в радиусе тысячи километров от дома, от Питера. И в основном это все по Белоруссии, благодаря очень классным и крутым белорусским парням-карпятникам. Но, как говорится, мир не без добрых людей. И замечательный человек меня пригласил половить сюда. Андрей, спасибо огромное. Мой канал вообще посвящен ловле редкого в наших широтах все-таки дикого карпа. Это северо-запад России, это Белоруссия, это не юг, это не платные водоемы, спортивные, не коммерческие водоемы. Поэтому не увидите вы на моем канале огромного количества, огромных карпов на вытянутых руках. Здесь у нас все немножко посложнее. Погода была уже довольно теплая несколько дней до этого. Сейчас немножко похолодало, но было уже и за 20, вода прогрелась, 15 градусов. Поэтому можно уже по-человечески покормить его, можно поставить там не микроскопические, а какие-то, ну, микроскопические, как я говорил, и по холодной воде, насадки человеческие. В общем, почувствовать себя настоящим карпятником. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Две оснастки, то есть два крючка, не используя электромотор даже. Подъездов к берегу не так много и хороших стоянок тоже немного. Я стою в месте впадения реки, это глубокая часть озера, в месте впадения глубина где-то 5,7-5,8, может быть 6 метров. И потом плавный-плавный выход из ямы на 3 метра на 100. Одна оснастка у меня стоит прямо на выходе, где-то на 4 метрах в конце струи. И там течения практически уже нет. И вторая стоит на 3 метрах сбоку от струи. Там бревно торчит из дна. И вот в 3 метрах от него, по направлению к струе, стоит вторая оснастка. Но там течения вообще нет. Уровень воды где-то 50-60 сантиметров выше. Поэтому приходится удилище ставить очень далеко, очень глубоко. Ну вот, практически приходится жить в забродниках. Попытался я поставить в конце струи стационарный маркер. Чуть его не потерял. И поэтому там стоит H-блок. А вторая точка я ориентируюсь по бревну. А вторая точка я ориентируюсь по бревну. Ну так как вода уже довольно тёплая, 15 градусов, поэтому кормлю побольше, конечно, чем обычно. То есть, где-то 700-800 грамм в сутки на точку. Пятно около 5 метров в диаметре. При кормке основа кукуруза конопля. Плюс процентов 20-30 это ломаный монстр краб, фанфишинг и ход демон. Поводки использую начинал с довольно длинных, то есть 16-18 сантиметров. Средней жёсткости материал, двойка крючок, оснастка с колечком. Возможно, буду менять. В насадке кукуруза, которая из прикормки, плюс плавающая, та искусственная, которая у меня на два месяца уже я её мариновал в фанфишинг экстази ананас. Ну и перед забросом два часа целиком насадку ещё немножко окунаю в тот же самый дип. Делаю одна искусственная, одна естественная, или два плюс два. Ну, получается такие столбики. Плюс ставлю ход демон и 14 миллиметров балансирую его кислой груши Сисимур. По стикам. В стиках под ложечку я делаю под кукурузу ананас, тоже экстази. Ну, под ход демон, соответственно, ход демон. Ну вот обе поклёвки и сход в этот раз были на кукурузу. Рыба решила идти прямо на меня. Минут, секунд 15-20 я что-то там пободался, но руки кривые, так что с нулём пока. Ну, ещё сутки есть. Надо обязательно рыбу поднять, тем более, что она, ну, пусть немного, но откликается на то, что я делаю. Ну, ещё по оснасткам. Ну, вот я использую сейчас клипсу. Единственное место конуса это ПВА, лента. Ну, и нагрузили на вертлюге термоусадочная трубка для того, чтобы максимально убрать все шарниры и вес грузила максимально быстро передавался на ГАК. ПВА, лента. ПВА, лента. Смотрите, что рыба в ответ на этот запах делает. Начинает ли искать, скажем, что-то? Или, наоборот, начинает беспокоиться, затаиваться и так далее. Разные методы для разных рыб используются. Ну, вот для карпа часто использовались вот такие вот приемы. Я сейчас подыскиваю комплект 10-футовых палок для ловли в завоз. И, естественно, в первую очередь рассматриваю шамана, потому что просто всю жизнь с ними. Хотя наверняка есть уже более модные, более современные, более крутые. Но возможности у меня, я очень практически ни с кем из карпятников не общаюсь. Попробовать у кого-то посмотреть, такой возможности нет. Сейчас у меня рабочие вот TX4, палки великолепные на вываживании этой чувствительности, мощь. А вот на забросе я, честно говоря, так и до конца... Точнее, я, наверное, понял, что... Хотел сказать, не понял. Понял я всё. Я, конечно, их явно не догружаю. Там нужны мощные ребята из качалки. Хват широченный, но я их, к сожалению, не могу использовать. Вот. Поэтому, если есть какие-то... У кого-то какой-то там опыт, если можно, напишите хоть личку, хоть в комментариях, что посоветуете. Единственное требование это... Всё-таки не сопли. Ну и с тестом там... Ну, минимум, конечно, 300, а в идеале, конечно, 350+. Спасибо. Уже сутки без поклёвки. Начинаю немножко дёргаться. Сегодня вечером уезжать. Сейчас пойду кормить. Всё-таки долью немножко... Жижи в прикормку. Бойцок и чуть-чуть ласового масла. Может быть, успеет она дойти до точки. Вчера вечером были несколько выходов. Правда, немножко в стороне. Но буду сейчас стараться её притянуть, потому что без рыбы уезжать очень не хочется. Ну вот, заканчиваются три дня, что я здесь на озере. Ну, то, что рыбу до подсака не дотянул, конечно, я очень сильно расстроен. Но... Ладно, это не последняя рыбалка. Из того, что забыл сказать, по месту ловли дно довольно чистое и относительно твёрдое... Кстати, надо прикупить какую-нибудь манерную тыкалку, вот, всё тут подручными средствами. По уровню воды я ошибся. Всё-таки уровень, когда я приехал, был на метр выше нормы. Вот за эти трое суток вода упала на 40 сантиметров примерно. И продолжает немножко ещё падать. По погоде всё уже было как обычно. И снег, и град, и дождь, и заморозок лёгкий, и немножко солнца, и ветер, ну и всё остальное. Честно говоря, до осени я уже этого наелся. Хочу половить в шортах, хочу спать под одним слоем спальника, а не под двумя. Кстати, исполняется год моему каналу. И учитывая то, что я год назад, там, первый раз в жизни взял камеру в руки и начал снимать, и то, что после 25-летнего перерыва я, там, возобновил свои эксперименты с гитарой, меня очень сильно удивило и, конечно, очень сильно приятно и обрадовало. Это и количество просмотров, это и количество комментариев и подписчиков. Это накладывает на меня, конечно, очень большие обязательства и по содержанию видео, и по картинке, в конце концов, по её качеству. Поэтому каждому отдельно я говорю огромное спасибо за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, за то, что комментируете, за то, что нажимаете нравится. Те, кто ставят дизлайки, тоже молодцы, ещё даже дважды нажимаете на эту кнопку. Я в этот раз что-то очень много говорю и, видимо, потому что время есть. Надеюсь, я вам не сильно надоел, просто дистанция небольшая, всего два удилища, поэтому всё, время было в этот раз много. Надо собираться ехать домой, нужно искать следующий дикарь для следующего выезда. Ещё раз всем огромное спасибо, всем пока и отпускайте рыбу! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!